Прежде чем мы с вами будем писать контрольную работу, я бы хотел сделать несколько дополнений к тому, о чем говорилось вчера. Эти дополнения вам понадобятся и в вашей жизни, в вашем изучении Священного Писания, и конкретно в написании сегодняшней контрольной работы. Этих дополнений два. На слайдах их, к сожалению, нет. В следующий раз буду преподавать, обязательно их добавлю на слайды, если не забуду. Первое заключается вот в чем. Занимаясь толкованием Библии, необходимо различать две вещи. Описание и предписание. Иными словами, если говорится, что что-то было определенным образом, что-то происходило определенным образом в еврейском народе или в ранней церкви, это может значить, что точно так же должно быть и у нас. А может и не значить. Когда и как мы понимаем отличия, различия между первым и вторым, в каком случае это относится к нам, в каком случае это относится только к ранней церкви или к каким-то конкретным людям. Чтобы разобраться с этим вопросом, давайте посмотрим несколько библейских фрагментов. И начнем мы с Деяния апостолов, 2 глава, 42, давайте так, 41, 42, 43 стихи. Кто первый найдет, пожалуйста, прочитайте вслух. Деяния апостолов, 2 глава, 41, 42, 43 стихи. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Спасибо большое. Вот особенно 42 стих, они постоянно пребывали и перечисляется несколько вещей, которые характеризовали раннюю церковь. Ну, сначала навскидку. Как вы думаете, если это относится к нам, то есть это является также предписанием для нас пребывать вот в тех четырех моментах, в четырех проявлениях служения церкви, о которых мы читаем здесь. Если является, то почему? И если не является, то тоже почему? Несомненно. Несомненно, говорит Валерий, и не только он. Почему, Валерий? Да потому что это, в принципе, фундамент каждой церкви, настоящей церкви, церковь, которая находится в Господе. Если мы выкинем хотя бы один фрагмент из этого стиха, то это будет неполноценная церковь. Ну, я вам скажу, что, ну, смотрите, в ранней церкви они, конечно, молились, они постоянно пребывали в молитве, но, понимаете, у них власти политической еще не было, у них денег было очень мало, они были бедными людьми. В богословии они плохо разбирались, они, например, молились, не понимая, что Бог и так все знает. Наверное, мы сейчас видим разговор, относится это к нам или нет? Да, относится это к нам или нет? Совершенно верно. И я, конечно, согласен с вами, дабы ни у кого из зрителей не сложилось сложное ощущение, что я тут призываю отречься, отказаться от молитвы, конечно, нет. Я согласен с вами, да, это действительно относится к нам, но мне хочется, чтобы мы с вами смогли это обосновать, потому что потом мы будем говорить о моментах более сложных. Вот, пожалуйста, Валерий, почему вот эти четыре столпа церкви относятся и к нам, а они, в общем-то... Ну, давайте первое. Пребывание в учении апостолов, да? Да. Это, естественно, начало Евангелия, Нового Завета, Благой Вести, и люди, которые еще не знали о Благой Вести, они учились, как доносить ее до других людей, чтобы нести спасение других. Это задача церкви, это задача, которую поставил перед нами Иисус Христос. Она где-нибудь еще в Библии повторяется, то есть эта задача еще где-то сформулирована, что вот мы должны пребывать в учении апостолов. Или вот это единственное место... Ну, Матфея 28 глава, пожалуйста. Например, Матфея 28 глава, например, все послания апостолов, где учение это излагается, где говорится о том, что необходимо его читать, соблюдать, принимать. Иными словами, мысль о том, что нам, или любым христианам, важно пребывать в учении апостолов, высказана не в одном или двух стихах, а красной нитью проходит через все священное писание. Без этого не будет церкви. Посланники Фесси, мы с вами даже читали вместе, насчет того, что церковь на основании апостолов и пророков и Иисус креугольный камень. То есть, да, в Священном Писании, в Новом Завете очень много мест, которые непосредственно повторяют ту же самую мысль. Тоже касается и общения, и молитвы, и преломления хлеба. С преломлением хлеба, допустим, конкретно заповедь Иисуса Христа, «Делайте сие мое воспоминание, да, коли приду, да, он пока не пришел». Соответственно, заповедь относилась к апостолам, дальше передается другим ученикам, и она относится к нам. И вот, естественно, здесь очень простое место, очень очевидное место. И естественно, что все те особенности, все те, скажем так, служения церкви или, скажем, способы существования церкви, формы существования церкви относятся также и к нам, касаются нас. А теперь давайте посмотрим другое место, немножко сложнее. 4 глава, тоже Деяния апостолов, 4 глава, с 33 стиха. С 4 глава, с 4 глава, с 33 стиха. И я и до, давайте до 35 включительно, с 33 по 35 включительно. Кто прочитает, из тех, кто еще сегодня не читал, ну кроме Саши, я представил, чтобы все участвовали немножко. Пожалуйста. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Спасибо большое. Вот 34 и 35 стихи. Понятно, что в ранней церкви, в Иерусалимской церкви конкретно, было именно так. А теперь мой к вам вопрос. Относится ли это, да, вот это что, описание или предписание? Это описание. А как вы это докажете? А как вы это докажете? А я скажу, давайте продавать. Слушайте, ребята, у кого из вас есть земельный участок? Мы не просим. Это не применение. Если вы заходите, парадик, парадик. А почему? А почему? Может быть, с землей жалко расстаться, Ирина? Нет, не жалко. Не жалко. Ну, я отдам. Сама где буду жить? Сама будете жить. Понятно. Ну, во-первых, потому что полагали они к ногам апостолов. Значит, когда вы мне покажете сегодня реально апостола, удовлетворяющего, соответствующего требованиям к апостолу, в частности, он видел Иисуса Христа, был участником его служения, тогда можно будет к этому вопросу вернуться. Но даже в этом случае к этому вопросу будет сложно вернуться, потому что в то время, как 2 глава 42 и 43 стихи День апостолов потом подтверждаются как заповедь уже, как повеление на протяжении всего Нового Завета, вот этот фрагмент дается лишь как описание. Повеления здесь нет. Ну, вот здесь очевидный случай, когда мы имеем дело с описанием, не имеющим для нас предписывающей силы. Скорее всего, нам нужно вернуться в то время, когда это происходило. И здесь идет организация церкви, и они просто время заставляло их именно так жить. Жить общиной, жить как раз в общении, постоянно находясь. И в церковь ходили различные совершенно люди. Люди, которые совсем неимущие были, люди, которые были состоятельные. И Господь в это время давал им, ну, как бы, такой добродетель и такую любовь друг к другу, чтобы они делились друг с другом, чтобы они, как бы, имели, как имеют Христа все вместе, так они имели все, что имеют. Ну, вот я имею две рубашки, возьми одну, пожалуйста. Это тоже учит нас Христос. Да, и вот вы в конце своего выступления подвели нас к очень важной вещи. Даже если применение, если вот непосредственные действия для нас сегодня неприменимы, в этих непосредственных действиях, в этих конкретных действиях может быть некий принцип. И принцип делиться, принцип помогать друг другу, принцип поддерживать друг друга, остается применимым и к нам сегодня. То есть принцип никуда не делся. А на том этапе это было необходимо. Да, но на том этапе была необходима такая реализация или такое осуществление данного принципа. Если бы все было так просто, то споры между толкователями, интерпретаторами, комментаторами Библии или споры между служителями и членами церкви на членских собраниях давно бы прекратились. На самом деле вопрос о применении и разграничении между описанием и предписанием намного сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok